Таким образом, мы видим, что Петр, исполненный Духом Святым, переводит совершенно четкие логические аргументы. Дедуктивные аргументы, индуктивные аргументы, доказательства противного. Мы об этом будем говорить, значит, как раз более подробно вы будете знать, что все это значит, но давайте попытаемся поучиться у Петра и начнем с того, что прежде чем мы с вами говорим о чем-либо, нам нужно с вами договориться, что мы будем считать истинным, что не истинным и на каких базовых принципах мы будем свои рассуждения строить. Вот есть так называемые общепризнанные логические принципы. Если вы или ваш оппонент отвергает хотя бы один из этих принципов, то лучше говорить нечего, просто можно посидеть чайку, попить и не более того. Первый принцип – это принцип достоверности. Принцип достоверности гласит, что знания, основанные на нашем восприятии, в целом достоверны. Далеко не все этот принцип принимают. Например, индуизм весь, буддизм основан на представлении, что мир воспринимаемый – это иллюзия, что его реально не существует. И что если мы будем гоняться вот за этим миром, который мы видим, за миром видимым, то мы лишь будем постоянно гоняться за иллюзией истины никогда не достигнем. Вот, но подобные рассуждения хороши, пока человек не пытается перейти иллюзию дороги перед иллюзией летящего КАМАЗа. Потому что в лучшем случае потом ему придется в благоверие провести в иллюзии больницы. Мы знаем, что да, мы можем ошибаться, да, наши знания могут нас вводить в заблуждение, но, так или иначе, даже то, что мы обнаруживаем, что мы заблуждались по этому поводу, доказывает то, что, возможно, достоверное знание, потому что иначе, как бы мы ошибки обнаружили. Поэтому, как минимум, мы должны договориться о том, что то, о чем мы говорим, в принципе, мы понимаем, о чем говорим, и то, что то, о чем мы говорим, более или менее соответствует действительности. Второй базовый принцип – это принцип непротиворечивости. Принцип непротиворечивости гласит, что некое высказывание «а» не может быть одновременно, тождественно, обратным высказыванием «не а» в то же время, таким же образом и в том же отношении. То есть, допустим, я не могу быть одновременно отцом, сыном и братом в то же самое время, в том же, таким же образом, в том же отношении. Я могу быть отцом по отношению к своим детям, сыном по отношению к своим родителям, но одновременно и тем и другим я быть не могу. Это в том же самом отношении. Я могу быть другим образом. Например, я рад, что моя непосредственная семья, моя мать, моя жена и уже старшая дочка заключила завет с Господом, они все, мы все пребывают в вере. И таким образом, со своей матерью, я одновременно ей и сын, но по духу я ей и брат. То есть, одновременно и сын, и брат, но в разном отношении. Одновременно, в том же самом отношении, таким же образом и в то же время, я быть не могу. Я студент или я преподаватель? Вот я сейчас здесь, я выступаю как преподаватель. Я приеду домой, я поеду на сессию в заведение, где я учусь, я буду студент. То есть, опять же, и одно, и другое истина, но в разное время. Таким образом, понятен сам принцип, да? Поэтому говорить, что это утверждение, значит, оно истинно, одновременно истинно и ложно, это противоречит этому самому принципу. То есть, то же самое утверждение мы сказали, Иисус воскресе из мертвых. Оно не может быть истинно и ложно одновременно. Оно может, допустим, является истинным с точки зрения исторической, оно может быть не совсем точно с точки зрения богословства. С точки зрения богословства мы говорили, что Бог воскресил его, именно об этом говорит здесь Петр в своей проповеди, что Бог воскресил его из мертвых. Об этом говорит Павел в своей проповеди в Афинах. Бог воскресил его из мертвых. То есть, но одновременно в том же смысле, в том же самом смысле, в том же самоотношении в то же время, одно и то же утверждение не может быть и истинным, и ложным. И если кто-то возьмется это оспаривать, и скажет, что это неправильный принцип, тогда у него спросите, а это ваше утверждение, оспаривающее мое утверждение, оно истинно или ложно? Вот, и если оно хотя бы отчасти истинно, то значение, что-то вы со мной спорите. И третий базовый принцип – это принцип причинности. Принцип причинности гласит, для всякого конечного следствия существует причина, равная следствию или превосходящая его. Обратите внимание, для всякого конечного следствия. Здесь, как раз забывая это слово, мы попадаем в такие интересные вопросы, что если Бог сотворил мир, то сотворил Бога. Сотворенным может быть только то, что временно, то, что может быть, а чего может не быть. То, что вечно, оно сотворенным быть не может по определению. Бог не является конечным, поэтому Бог не нуждается в причинах. Он сам себе причин. И если мы говорим о Вселенной, то у нас два только вывода. Либо Вселенная существует вечно, и тогда она сама себе причинна. Либо Вселенная вечно не существует, тогда не существует ни вечно, ни пространства, ни времени, ни материя, ни энергия. Но тогда у нее должна быть причина вне ее самой. И эта причина должна быть вне пространства, то есть бесконечно, вне материи, то есть вечно, вне энергии, то есть всемогущая, вне материи, то есть духовно. То есть мы приходим к пониманию, что тогда должен существовать Бог. Потому-то так активно атеисты и цеплялись за идею вечности Вселенной. Пока не уперлись в то, что как ни крути, а больше, чем на 18 миллиардов лет наша Вселенная не потянет, даже при самых благоприятных предпосылках. И встает вопрос, откуда тогда все это взялось. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok